Друзья, вы сейчас посмотрите видео, прошу прощения за такое качество съемки, мы с телефона все это снимали, значит и сейчас телефоны снимаем, сидим в автомобиле на паркинге, мы завершили свою путевку, значит тур в Турцию, мы отдыхали, приехали, сейчас же обязательно необходимо сдать тест на ковид, что отсутствует у тебя, значит, тот самый ковид, ну и что мы, соответственно, мы записались в электронной регистратуре, как правильно сказать, через сайт зашли, там на месте в Шереметьево, это все речь пойдет, город Москва, Шереметьево аэропорт, терминал Д, там, значит, регистратура, можно самостоятельно записаться, поставить очередь большую, огромную, либо пройти, значит, регистрацию электронным способом, что мы и сделали, электронным способом зарегистрировались и оплатили 2750 рублей для того, чтобы сдать экспресс-тест, который будет готов через час, ну, соответственно, экспресс-тест, что он подразумевает, пройти быстро эту процедуру и получить потом быстро эти результаты, что из этого получилось, вы сейчас увидите, это был трэш полный, Москва, Собянин абсолютно не готова к таким мероприятиям, та организация коммерческая, которая взяла сделать, проводить эти экспресс-тесты, абсолютно не готова, они даже не могут быстро ориентироваться, чтобы таких трэшовых сцен не происходило, что там было, это вообще ужас, это даже передать невозможно, мы снимали постольку-поскольку, но тем не менее, вы увидите полную картину, ну, насколько мы, вообще, мы постарались ее передать, может быть, Танюшке есть что сказать пару слов? Ну, на самом деле, хочу отметить наши службы, это полиция, которая работает, значит, на территории Шереметьево, ребята, вы реально молодцы, абсолютно адекватно подошли к этому, то есть в рамках закона, в рамках правого поля, не увидели никаких нарушений, не увидели никаких стычек, ничего, то есть несколько раз, а именно три раза их дергали, при этом двое ребят из группы быстрого реагирования пришли, такое ощущение, что здесь вот происходят какие-то страшные вещи. И все это вызывали на нас, двух сотрудников полиции и двух сотрудников ГБР, за то, что мы проводили видеосъемку, хотели, чтобы люди там не страдали, потому что мы послушали, что там вообще происходит, как люди мучаются, ну, и нам, к счастью, удалось. Ну, Вадим добился того, чтобы открыли еще одну точку для того, чтобы люди могли побыстрее, значит, отделаться, получить результат. И очередь пошла, пошла очередь, да, терминал F открыли, значит, точнее, в терминале F дополнительную экстренную точку, и очередь здесь все-таки пошла, и нормально все закончилось. Вы все увидите на видео. Да, вот смотрите, был, конечно, трэш, посмотрите обязательно до конца, и Дарье, большой привет, Дарья, ты не права, так делать нельзя, ты, я надеюсь, что ты не такой плохой человек, как хотел им показаться. Дарья, ты умница, просто улыбайся чаще и расслабься, все хорошо. Don't worry, be happy. Подписывайся на наш канал, ставь палец вверх и пиши комментарии. Да, обязательно не забудь распространить этот сюжет в своих социальных сетях. Всем пока, и до новых встреч, приятного просмотра. Вот такой вот бардак переметило на ковид-тест давать. Социальная дистанция тут, посмотрите, какая. Сейчас посмотрим. Да, я посмотрю. Решите проехать. Вот очень такая экспресс-тест называется, за 2750. Да, вот здесь никого нет. Да, они даже не берут. А 2700, то что вы потели? Вы уверены, что он не перед вами? Мы не стоим давно уже, сочи. А после этого, когда я пришел снизу? Не было его, а вот нет. А после этого, я на очередь встал. Он разговаривал, что здесь перед нами они стоят. Вот это здесь очень вешеное. Сюда. Нашла? Прошла. Это все экспресс-тест, да? Все! Учинь. Учинь. Настолько экспресс-тест, просто от нас. Да, такой экспресс-тест. А что делать? Ну, про что вы стоите? Занимать. Обалдеть. А сколько специалистов принимают вообще? За какую цену? Сколько специалистов принимают? Освободите, вы не пройдете, я еще раз говорю. Встаньте в очередь. Быстрее вовстаньте в очередь. За 2750, а это разница есть, да? За 2750, в чем разница? Вот у нас там все стоят за 2750. Все правильно. Так что? Все правильно. Так, и такая большая очередь, сколько специалистов всего? Вот стоят. Сколько специалистов? Два человека, что ли, у вас? Не надо снимать. На все вот это вот два человека? Вы смеетесь? Почему больше специалистов здесь нет? А это не ко мне. А кому? А может, вы пригласите к кому? Следующий? Нет. Нет. Вы здесь им были. Проходим. Вы не пройдете, пока очередь не займете, там, где полагается. Вы не пройдете еще раз. Говорю, вы сами задерживайте. Идите в конец очереди. Скажите, а вот по какому принципу вы сейчас отбираете людей? Они просто не заняли очередь? Да, они не заняли. Я поэтому их не устаю. А здесь все под 2750 стоят, я так понимаю, да? Скажите, почему два специалиста? Почему больше не пригласить? Тогда вы выключите камеру, я не давала вам права снимать себя. Да ладно, это нам и не нужно. Скажите, пожалуйста. Это бардак. Вы сами понимаете, это? Два человека всего. Проходите. Это просто охренеть. Шереметьево. Терминал D. Девушка, а мы зачем-то заплатили 2700 экспресс. Это же не экспресс-тест, какой-то экспресс-тест, скажите. Эй, Тань, Тань, меня пусти. Таня! Таня! Вы всех бы сюда впустили. Это такой экспресс-тест Шереметьево, да? Скажите, пожалуйста. Они за вами стояли, мы за вами стояли. Так они не стояли. Так, здесь есть какой-то телефон. Вы можете сюда пригласить руководителя, чтобы здесь больше специалистов было? Все, закрываем. Чтобы здесь больше специалистов было? Видишь все? Вы могли бы пригласить сюда руководителя, чтобы здесь было больше специалистов? Вы могли бы? Подождите, вы какой? Говорят, что это? Все, проходите вот туда. Спасибо. По одному. По одному. Все. Мы не занимали очередь. Посмотрите, это вообще-то. Освободите, пожалуйста. Отойдите. Это вообще-то. Задерживайте. Вот это-то. Возвращает наше истеричное состояние. Да. Даже сотрудники полиции пришли. Давайте. 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 Здравствуйте. Пропустите. 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 Что случилось, расскажите нам? Что у вас случилось? Можно пройти? Может быть, что повлиять? Пожалуйста. Давайте отойдем в сторонку. Давайте мы стоять будем в своей очереди. Мы стоим в очереди. Мы стоим в очереди. Следующий момент. Делаем мы так. Нам нужно отойти. Вы могли бы здесь посодействовать людям, гражданам? Смотрите, что здесь происходит. Люди стоят уже не первая часть. Все, содействие оказывается. Отойдемте и идем. Какой? Мы не выйдем из своей очереди просто потому, что мы ее потеряем, женщина. Во-первых, я не женщина. А вы кто? Мужчина? Мы мешаем людям проходить. Вы мужчина? Нет, я не мужчина. Я думаю, что это не имеет отношения. То есть, в принципе, не важен полк, да? Я к вам обратилась, потому что не знаю, как вас зовут. Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Дарья, что случилось? Давайте не будем ругаться. Что случилось? Помещение медпункта – это несколько квадратных метров. Оно рассчитано на несколько человек в день. Человек, сами видите, сколько. Там четыре фельдшера. Они принимают так быстро, как мог. Так. И у нас три лаборанта. И столько регистраций, столько помещается в регистрационном помещении. Людей больше. Аэропорт не располагает большими помещениями. Скажите, что произошло? Много людей. Много людей. Вы вызвали полицию для чего? Чтобы помочь как-то? Чтобы регулировать, потому что люди ругаются, кричат, повышают голос. Так, хорошо. А кто? А кто ругается? А кто ругается? Мужчина, который ругался, конечно же, ушел. А вот теперь подождите секунду, подождите секунду. Сейчас женщина говорит. Мужчина, который ругался, ушел отсюда. Вопрос, что мы решаем? Помогите очереди. Каким образом вы должны помочь? Я не знаю, для чего вы здесь. Я не знаю, для чего вы меня вызываете. Вот, Дарья сейчас объясняет. Я у вас сотрудников на одного человека, который толкался и рукоприкрался. Так, где он? Он ушел. Он ушел. А зачем вы ко мне подошли? Потому что вы больше тех недовольны, тоже ругаетесь. Дарья, 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 пожалуйста. Я вернусь через 10 минут. У меня будет твоей работа. Если я буду с ним, то не буду. Вообще, вообще, просто, просто, просто. Это новый ролик на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Слушай, я только что узнал, что это вообще как бы не государственная... Вот это все, это богадельная. Правильно, частная? Почему частник не смог организовать достаточное количество специалистов для того, чтобы здесь людей не было такой пробки, назовем так? К вам никаких претензий нет? Скажите, ваше руководство можно увидеть как-то? Ваше руководство можно увидеть? Да, 1900. Проходите. Разрешите, разрешите. Ваше руководство как-то можно созвониться? Есть телефон, по которому можно созвониться? Есть телефон? Нет, наоборот. Где у вас, значит, уголок потребителя? Скажите, где у вас уголок потребителя? Да-да-да. Ну, конечно, можно проходить. Где у вас уголок потребителя, чтобы контакты посмотреть? Девушка, где у вас уголок потребителя? А здесь у вас есть? Должен быть. Я понял. Но это же коммерческая организация, должен быть. Весь 700. Весь 700. Пошли, пошли, пошли. Проходите. Вот такое вот отношение к людям. Стоп, стоп, вы куда? Нет, она просто следующая. Вы в очередь, пожалуйста, встаньте. Это не ваша очередь, вас здесь не помнят. Здесь даже помещение не предусмотрено для такого количества людей. Показываем. Вот этот сайт LiveAir, там, где тест на COVID-Express за 2750. Вот смотрим, где же здесь телефон, когда книга. А здесь его нигде нет. Не даже нигде, не посмотришь. Ответы на вопросы. Никаких контактов вообще. Как мы уже с ними? Только пройти тест. Ну, то есть, как заработать денег и все. Как это работает? Как это работает? Вот как это работает? Скажите, я посмотрел, значит, на сайте, контактных телефонов никаких нет. Абсолютно никаких. Каким образом можно связаться с руководством вашим? Ни одного телефона нигде нет на сайте. Скажите, ни одного телефона на сайте нет? Как можно найти телефон контакта и вашего руководства? Подскажите, пожалуйста. Не нашего руководства. Ну, у вас частная организация, правильно я понимаю? У нас телефон. Так, так в итоге не пойму. Мне сейчас сказали, что... Собянину звонить сразу. Собянину? Кому надо звонить? Скажите, с кем надо? Собянину? Это его бабки здесь крутятся. Его бабки? Конечно. И детки. Что, Макс, сошли тебе? Такая ситуация, что и связаться не с кем вообще. У вас есть какие-то контакты, уголок потребителя, что-либо вообще есть? А, подождите, а вот это вот, врач на вызове, это что это? Да, 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 они стояли за мной. Вот уголок потребителя вот здесь, вот он. К нему даже доступа никакого нет. Что стояло здесь? Ребят, они стояли за мной. Это писать. Эти помещения даже не предусмотрены для таких вообще мероприятий. Тут пробки даже есть. Люди разъезжаться не могут. Организация на высшем уровне. Ужай. Собянин, красавчик, да, в кавычках. Оформил водовор, пожалуйста, выезжайте сюда. Кто за 1990? Кто за 2090? Передвиньтесь, пожалуйста. Вы разделитесь. вот так свое время на об этом сказали все что можно в терминал и пройти там такая же да уже такая же да страны частная компания вот я стою вот ваша очередь идет по этой стеночке если пока молодой человек пропускает может быть вас пропустит если он будет девушка экстренно . экстренно когда экстренно открыли а когда экстренно это произошло так что практически только что открыли . терминал f это третий этаж по указателям там делать все то же а почему экстренно потому что очень много народ а вы только что заметили вы отреагировали все-таки на обращение граждане сколько времени занимает . открыть лаборатория помещения работники мы все это сделали сделали это за 15 минут нет это делать несколько часов то есть принципе нам не нужно было обращаться к вам и вы бы это сделали правильно понял увидели очередь я понял какие вы молодцы привлекли нет терминала спасибо большое спасибо 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 какие оперативные называется классно перебулись как-то парям по активнее со стола экстренный пункт тоже организован это по-быстрому должно было быть оказалось что это не так уж и быстро вас задергали уже мне кажется здесь заложенный вызов уже вы хоть это вы хоть не врите маску оденьте пожалуйста маску оденьте маску оденьте это наше здоровье нас можете заразить не дай бог идет главное стоять без маски и полтора метра да я понять не имею вы у нее задавайте опросите примите заявление опросите примите заявление у нее чтобы она за можно было заложено доносы привлечь к ответственности примите мне заявление пусть она напишет вы потом возбудите дело в отношении я понял и понял оставайтесь здесь будьте контролируем вообще-то парень чины просто ну как-то очень эмоционально ты посмотри вообще не знаю что его чемодан взял на моем подсказку за такое дело он ответственно за это сейчас вас пригласят потом какая веселая смена у вас что вы хотя бы спросите ну что я сделал это по криминального мне одна за что она просто так на тебя на вы высоте я показал вот он потому что много разговариваешь да к сожалению все удачи за 2 750 можно нет подожди еще мальчик за 1900 есть за 1900 так за 200 проходи танюш все удачи проходить все можно 200 до а знаете что теперь вы входите медицинское помещение что я не снимаю давайте давайте покажите снимать или не дайте мне пропустить нет 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 сначала вы покажете меня я ничего показываю не буду в чем не привязывайте а сотрудник полиции пригласить пожалуйста пожалуйста давайте дайте мне пройти нет нет давайте так если остановитесь вы ко мне применяете физическую силу это вы дарья сейчас пытаетесь на него нападать но перестаньте на видеть себя хорошо он меня достал он все это время вы слышите дарь он все это время как вы не можете дарину что вы говорите мы простояли полтора часа какое покажите покажите закон ссылку на закон давайте разберемся вызовем полицию как вы хотели идем на диванчик присядьте пожалуйста вызовем полицию вы меня приглашаете у меня экспресс оплачен вы тут причем вы тут причем я медицинский работник вы имеете право там стоять и командовать мы пришли сюда подожди скажи пожалуйста ты относишься к организации архимед архимед вот сюда непосредственно ты какое лицо медицинский работник медицинский работник ты наемный сотрудник правильно правильно я оплатил услуги воспользоваться это моё здоровье если вы это моё не будете нарушать закон язык вы нарушаете съемка медицинских работников еще раз съемка медицинских работников без их письменного согласия причем девушка найдите этот федеральный мажором давайте открывай закон я вам сейчас его немножко по-другому трактовать буду если это общественное место куда мы идем получать услуги при этом у нас заключен договор имея полное право осуществлять съемки полица здесь медицинское помещение вот чем разница это уже вам такой сказал дарья подавно весны медицинский федеральный если вы медицинский работник вы должны по медицинскому все знать у меня муж общественный дети у нас организация общественная которая зарегистрирована в инку вы думаете что мой муж будет нарушать порядок снимая вас для вы глупостями занимаетесь мы 8 лет занимаемся общественной деятельностью дарина перестаньте но вы себя вы смеете на на youtube канале увидите себя общественное место я вам здесь медицинское помещение смотрите там написано дарья 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 вы слышите меня я вам уже ответила на вопрос я вам задала его а вы и не ответили на него же даже смотрите вот смотрите что идет за фотосъемка и аудиозапись на работника больше вы не правы запрещено вы не правы вы не просто глупостью заниматься здесь с вами нам объясню вы абсолютно не компетент в этом вопросе позвольте вот только что значит это все мероприятие закончилась людей практически не осталось там вообще было минимум минимум и что выходит достаточно было просто поднять не ваша бунт объяснить что так нельзя делать как они делают что там даже никакой социальной станции я представляю себе соблюдали социальную дистанцию докуда вообще-то очень хорошо потребнадзора без маски вышла значит что хочу отметить во первых практически быстро отреагировали организовали пункт экстренный вот якобы что они планировали организовать ну слава богу если планировали мы понятное дело что им пришлось ничего так получит агеме и пришлось организовать экстренно просто потому что поднялся бунт это первое значит они начали очень нормально делить и самое главное мы сдали мы заплатить 250 чего для того чтобы пройти быстро а что у нас выходит мы заплатили и стояли а люди которые мы туда подошли они еще там полтора часа до этого простояли это просто никакие ворота не лезет вот взялась коммерческая организация на себя какие-то полномочия ну хоть организации вот этих проведения экспресс-тестов и что в итоге она с этим просто не справляется их не достаточно специалистов это ужас и как сказали собианин собианин в этом вина не справляется для него просто вы можете взять честные персональные данные значит если потребуется меня просить в этом плане вы можете сейчас либо это сделать либо позже я буду соответствующим образом вы готовы честное персональное следующий момент по такому поводу на кого обратились есть беспрерывная видеосъемка дарья скажите у вас много своего времени свободного я смотрю у нас мы в отпуске у нас есть можно ваши персональные данные дела проживаете и даже контакт можете записать общественную организацию дорожный контроль дорожный контроль если вы когда немножко изучите вы когда немножко изучите романтий брал акты вам сразу станет понятно что вы сейчас глупость пишите что это ваше право и вы имеете добросовестно заблуждаться а сотрудников полиции вы зря отвлекаетесь у них есть более значимые значит какие задачи которые должны сейчас выполнять до свидания дарья спасибо хорошей службы вам до свидания дарья улыбайтесь чаще под маской видно она хотела она хотела нам подгадить но у нее не с растухи получились в общем организация коммерческая не справляется своей задачей абсолютно никак 2 750 заплачет за что за что за то что мы будем стоять два часа там полтора часа три часа значит пока там не поднимется к бунт какой-то или кипиш и вот этот ужас но это маразм это идиотизм и это все в москве происходит у собянина под носом вы представляете собянин в кавычках то обосрался в кавычках то обосрался